здравствуйте видно слышно пока никто не подключился меня зовут альфия альшатовна голямова я работаю ветеринарном центре катана и великий новгород и сегодня расскажу вам что мы сегодня будем обсуждать отравление у собак дома в быту то что они могут съесть сами и чем отравиться итак первый наш кандидат на отравление это виноград он вызывает острое поражение почек изюм как сухая форма винограда гораздо опаснее то есть он у нас есть гораздо меньше чтобы отравиться симптомами отравления будет вялость рвота диарея увеличенная жажда для постановки диагноза отравления виноградом обычно используются анализы крови и анализы мочи вот для того чтобы отравиться должна собака съесть не менее 15 грамм на килограмм винограда но некоторые сорта более токсичные они могут вызывать отравление при меньшем количестве шоколад вызывает поражение нервной системы он содержит теобромин это родственник кофеина который нарушает сердечный ритм нарушает работу всей нервной системы животного при отравлении шоколада мы сначала увидим тревожность рвота диарея увеличенную жажду и мочеиспускание затем будут судороги кома и это возможно придет к смерти темный шоколад будет опаснее молочного и поэтому его нужно будет съесть меньше но в среднем считается что для того чтобы собака отравилась смертельно нужно съесть плитку темного шоколада на собаку среднего размера вот для постановки диагноза мы будем использовать анализы крови в первую очередь возможно поможет а кг но чем быстрее начнется лечение тем лучше лук и чеснок лук и чеснок вызывает геомолитическую анемию то есть вещества содержащиеся в нем разрушают красные кровяные тельца что в свою очередь приводит к почечной и печеночной недостаточности симптомы будут развиваться медленно за несколько дней возможно даже до недели и они будут не специфичными то есть заподозрить отравление именно луком или чесноком очень сложно симптомами будет работа вялость боли в животе затем развивается желтушность желтушность или бледный слизистых одышка для постановки диагноза обычно используются анализы крови также возможно узи брюшную полость она может нам показать какие-то нарушения в работе внутренних органов лук и чеснок обычно собаки сами не едят но если собаку кормят со стола там в еде со стола может содержаться лук или чеснок и также его часто добавляют в питание для детей младшего возраста то есть детские пюрешки содержат лук и это может быть опасно для собак и собаки японских пород сиба ину и акита ину они более предрасположены к отравлению поэтому с ними нужно быть совсем аккуратными следующим у нас является ксилит это заменитель сахара который добавляют в различные конфеты вкусняшки он содержится в зубной пасте в некоторых лекарствах и выпечки которая типа низкокалорийная ксилит действует как сахар и если собака его съедает организм собаки решает что поступило много сахара вырабатывает много инсулина но сахар нас по-настоящему не поступил поэтому вызывается гипогликемия и поражение печени причем может быть гипогликемия без поражения печени поражение печени без гипогликемии либо и то и то симптомы отравления будет рвота вялость судороги возможно гипогликемическая кома и смерть в свою очередь при поражениях печени соответственно будет желтушность боли в животе но она развивается более медленно то есть этим тоже нужно быть аккуратными алкоголь многие владельцы знают что алкоголь животным давать нельзя но можно забыть про то что какие-то забронившие овощи и фрукты содержит алкоголь например также тесто дрожжевое содержит алкоголь и собаки любят его есть алкоголь вызывает снижение температуры тела артериального артериального давления дыхательную недостаточность симптомами будет угнетение рвота возможно кома что все очередь тоже придет к смерти поэтому алкоголь собакам не надо совсем дальше у нас пойдет антифриз содержащий интеллингликоль собаки обычно к нему не имеют доступа но когда до него добираются интеллингликоль не пахнет вот ночью вкусный сладенький на вкус поэтому не могут его выпить сами здесь развивается очень быстро отравление буквально менее суток и животное может погибнуть развивается нарушение сознания боль в области почек отсутствие мочеиспускания и отравление теленгликолем дает достаточно характерную картину на узи что может нам быстро помочь поставить диагноз и анализы крови также обязательно важны он единственный из всех представленных сегодня ядов имеет антидот но это не значит что надо давать собаке выпивать антифриз и последний на сегодня это соль то есть вся соленая еда для собак тоже может быть опасно потому что их потребность в соли ниже чем у человека и если собака не имеет свободного доступа к воде отравление соли может быть совсем критично вплоть до смерти соль вызывает обезвоживание расстройство работы нервной системы в симптомах мы видим повишенную жажду то есть собака будет постоянно пить может быть слюно течение рвота понос и быстро нарастающая слабость и собственно что делать если ваша собака все-таки отравилась сейчас не рекомендуется вызывать рвоту дома поскольку это может быть опасно в случае отравления например например алкоголем нервная система животного угнетена есть риск того что животное задохнется рвотными массами поэтому лучше чем вы можете помочь саму животному дать какие-то энтеросорбенты тот же самый активированный уголь или энтеросгель и как можно быстрее давать доставить животное в клинику в клинике будут проводить инфузионную терапию анализы оставить животное на стационар и будут всячески спасать если у вас есть вопросы задавайте спасибо за внимание давайте просит пишите комментарии и увидимся